Вот, кстати говоря, смотрите, вот как у меня выглядят волосы, когда они не уложены. То есть они у меня бьются. Сейчас я взяла, вот сравнила вот эти с абрикосом, эти с абрикосом, сравнила состав, пищевая ценность. С утра пораньше сели творчеством позаниматься, как в детском садике. Все утром завтрак у детей, а потом они занимаются творчеством. И вот это как раз картинка, вот она сейчас даже к сарафану подходит, к цветочкам, к этому уголочку, да, ко всему. Что у нас сегодня утречком? У нас всю ночь шел дождь, лужи, свежий воздух, так классно. Ну, пасмурно, сегодня тоже будет дождь. Всем доброе утро, девочки мои. Классная погода, свежий воздух, я опять наслаждаюсь воздухом. Еще раз всем доброе утро, девочки. Я помыла голову. Кто-то мне писал в комментариях и не раз, покажите, как вы укладываете волосы. Очень просто укладываю, но если просите, я вам сейчас покажу. В общем, голова у меня мокрая. Кстати говоря, волосы у меня вьются, и они мне, если не уложены, сейчас посмотрите, как они выглядят. Ну, первым делом, после мытья головы, я сбрызгиваю либо вот этим двухфазным, вот это вот салон от Фаберлик, двухфазное средство, либо просто вот там 2-3 клика, это вот просто масло. Ну, когда как, чередую иногда. Ну, это обогащает, в общем-то, волосы. Двухфазное надо встряхнуть, чуть-чуть попшипать. Ну, это питает волосы, я не знаю, оно, как бы, и они блестят, и гладкие становятся. В общем, чуть-чуть сбрызнуть, и все. Да, в глаз чуть-чуть брызну. Так, вот так вот, все, уже будут они лучше расчесываться, и хорошо. Значит, у меня три расчески, девочки, три расчески. Одна расческа вот такая, это при сушке, она мне помогает сушить волосы. Другая у меня меньше диаметром, это я поднимаю от корней, и для того, чтобы вытянуть уже концы, я тогда использую расческу большего диаметра. Вот и все. Первым делом волосы наполовину немножко надо подсушить, чтобы они чуть-чуть были слегка-слегка влажные. Вот, ну, начнем. Вот этот фен у меня, девочки, Бош, я взяла очень мощный. Вообще, его, когда покупала, я, ну, как бы, я же не мастер по прическе. Я думала, чем мощнее, тем лучше. На самом деле, это не так, девочки. Очень мощный лучше не брать. Брать вот средней мощности то, что нужно. Потому что, когда я здесь ставлю, ну, мощность сильная, она помогает высушить быстро, это хорошо. А когда я ставлю мощность уже послабее, она все равно слишком мощная, и волосы разлетаются, и мне приходилось в первое время очень долго к этому привыкать. Мастерам, им удобно, они уже, знаете, приспособились и все. Но это такой профессиональный фен. Ну, и потом он все-таки, чем мощнее, тем он тяжелее, потому что мотор, мотор же, что он тяжелее был, чем мощнее. Вот, так что выключаем звук и начинаем сушиться. Вот так вот, довольно-таки быстро высушивает волосы. Вот они мне сейчас слегка, чуть-чуть влажные. Дальше я верхушку поднимаю, сейчас волосы причешем. Вот, кстати говоря, смотрите, вот как у меня выглядят волосы, когда они не уложены. То есть они у меня бьются, если я под дождь попадаю, ими начинают виться, вся моя укладка куда-то девается, все. Нет укладки. Верхнюю вот эту часть я поднимаю и закалываю. Так, заколку не взяла. Вот так. Пойдет, да. А остальное я начинаю поднимать вот так вот от корней и от корней высушиваю сначала корни, потом уже буду вытягивать еще концы. И все выкладываю вниз, все вниз. Ну и все, теперь я сменяю расческу и начинаю все вытягивать кончики. Самое главное выровнять, чтобы они как бы были ровными. Так, ну вот, вот это вот я все уже уложила. Сзади я не смотрю, я уже знаю, что у меня там сзади. Я так на ощупь, если не топорщится, значит все хорошо. Так, ну теперь верхнюю часть тоже я делю на два, на три, как удобно мне. На две части. И все, назад укладываю. Вот эту часть назад укладываю, а эту сначала подниму, а потом пополам и в бока. Ну как-то так. Как-то так все. Здесь тоже надо у корней чуть-чуть приподнять, чтобы немножко как шапочка было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, как-то вот в целом, так, сейчас еще посмотрю. И все, я высушилась и уложилась. А еще забыла я вам сказать, что я в конце уже, когда все уложилось, волосы горячие, я включаю просто холодный... Расческа упала. Включаю холодный обдув и просто холодным обдувом просто волосы обдуваю, чтобы они быстрее остыли, чтобы потом они не выкручивались куда не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь точно все. Девочки, пришло время завтракать. Завтракаю я обычно овсянкой. Обычно, когда ничего придумать другого не могу, или мюсли, или овсянка. Вот. Но сегодня у меня будет овсяночка. Так, где моя ложечка? Я вам хочу, что сказать про овсянку. Вот в прошлом видео я вам показала, мы с Настей зашли в пятерочку и купили вот это вот молли. Новая упаковка. Я думаю, что в ней нового. Ну, это новинка написана, да. Вот сейчас я поняла. Вчера я попробовала яблоко, сегодня лесные ягоды. В общем, во-первых, в новой упаковке всего 6 пачек. Вот эти 3 вида по 2 пачки. В старой упаковке было 10 пачек. Но там половина из них была с этим, с арахисом. Вот. То есть плюс в том, что арахиса здесь нет. Минус в том, что 10 пачек стоило 89,99. 6 пачек тоже стоят 89,99. Получается одна пачка 15 рублей. И вот я брала пачку по 5 рублей. Они в отдельности продаются. Там тоже вот несколько видов. И можно их по одной пачке покупать. Значит, я попробовала, сравнила вкусы. Во вкусах разницы я не нашла. Сейчас я взяла, вот сравнила вот эти с абрикосом, эти с абрикосом. Сравнила состав, пищевая ценность. Все остальное. В общем, абсолютно идентичное. Абсолютно. Вот все один в один. То есть разницы нет. Брать по 5 рублей или по 15 рублей пачку. То же самое получается. И на вкус я тоже разницы не заметила. Вкус овсянки такой же. Так же она вот настаивается 3-5 минут. И потом я ее кушаю. Она сейчас набухнет. И все, можно есть. Так что я не знаю, есть ли смысл. Если вот когда они были 10 пачек за 89,99, ну, была выгода. А сейчас уже, ну, как бы 6 пачек уже не выгодно. Выгоднее брать вот эту. Фикс прайсе. Ну, вот я позавтракала. Теперь можно и поработать. Я начала недавно вот эту вот картинку делать. Стразики вот эти вот. Ну, сделала где-то одну треть примерно. Вчера у меня был свободный день. Я сидела, втыкала, смотрела телевизор. Вот, что я вам хочу сказать. Для удобства думала, что же мне придумать, чтобы побыстрее находить вот эти вот пакетики. Я их все вскрыла. Написала здесь по номерам. Вот они от первого до двадцатого. И теперь мне раз-раз быстро, мне удобно найти нужный пакетик. И потом, если мне нужно будет убрать, то есть сегодня вечером придет Настя, нужно будет быстренько раз убрать со стола. Будет мне это делать удобно. Единственное, неудобно то, что на обратной стороне картинки вот эти вот символы, цифры. И вот здесь было бы лучше, если бы еще помимо цифр, еще и символы было бы нарисовать. Но в следующий раз, может быть, я что-нибудь придумаю с этим. Приходится каждый раз переворачивать вот эту картинку. Ну, сейчас включу сериальчик и начну втыкать стразики. Интересное вот это занятие. Хочу быстрее сделать до того, когда мне кошку сюда принесут. Она мне потом не даст это все делать. Будет мешать бегать, разбрасывать мои стразики. Все, девочки, вышла я за Настей, иду. Посидела целый день я с этими стразами. Смотрела сериал. Ну, не знаю, сериал «Явление». А до этого я смотрела сериал «Двойник». Они, в общем-то, аналогичные. Ну, так посмотреть можно, вот если даже я как раз-таки втыкаю вот эти стразы. И не всегда я смотрю на экран телевизора, а просто слушаю, поглядываю. Такой, можно сказать, спокойный. Ну, так сюжетик есть. Интересно, что там дальше. Вот. Ну, не экшен, а так. В общем, посмотреть можно. На улице целый день пасмурно. Обещали с утра дождь. И сейчас вообще, по идее, даже ливень уже давно у нас тут вроде как идет. Но пока еще не начался. Хотя небо хмурое. И такое впечатление, что вот-вот-вот-вот сейчас дождик пойдет. Ну, в общем, рванула я в садик. Надеюсь, может быть, под дождь мы все-таки не попадем с Настей. Поэтому иду быстрее, скорее. На стразике я уже сделала, сколько? Две трети сделала. В общем, осталось еще одну треть примерно сделать. Ну, я стараюсь закончить побыстрее. Пока Милка у меня еще не появилась, не приехала. Потому что Мила это мне точно уже не даст поделать. Она и на столе везде будет прыгать. Я боюсь, что она эти стразики перевернет. Поэтому хочу быстрее закончить. Все, мчу в садик. Всем привет! Сегодня мы будем смотреть «Двенадцать месяцев». Все, девочки, мы дома. Настю я не снимаю. Она в одних труселях. Сейчас завалимся и будем смотреть кино. Доброе утро, девочки мои. На градуснике двадцать один градус. На улице пасмурно. Сегодня, наверное, опять будет дождик. В общем-то, у нас лужи. Но свежий воздух меня радует. Вчера солнца не было. Вечером дождь. Ночью дождь был. А сегодня я жду Настю. Скоро она придет. Вчера, когда Настя ушла, я села еще. Хочу быстрее закончить эту картину. Осталось у меня вот тут чуть-чуть. И все. Будет готово. Но уже красивая картинка такая вырисовывается. Мы с Настей вчера только посмотрели «Двенадцать месяцев» фильм. И, в общем-то, ее забрали. Больше мы ничего вчера не делали. Поэтому я ничего вчера больше не снимала. И Настя, когда ушла, я села еще немножко до одиннадцати часов, пока лупалась с этими стразами. Сегодня проснулась, кофе попила и опять села, пока у меня есть время. Но еще где-то у меня есть часик. Через часик Настя придет. И я, может быть, картинку отложу. А может быть, просто Настя сядет со мной рядышком. И она займется там своим рисованием. Тоже каким-нибудь, может быть, творчеством. Чем захочет займется. Она позавтракает дома. Поэтому на обед у меня есть, что покушать. Пока что я готовить не буду. Попозже, может быть, я еще что-нибудь приготовлю. Я уже с утра сварила картошечку, сварила яйца. И, в общем-то, я не знаю, что-нибудь с этим приготовлю. Что-то сваргаю. Пока не знаю. Никаких мыслей и идей нет. Вот, осталось чуть-чуть. У меня же небольшое такое окошко. Осталось мне сделать уже стразики. Хочу закончить, пока не приехала мне Мила. Потому что с Настей договориться я могу, а с Милой не договоришься. Она будет тут бегать и мне все эти стразы переворачивать. Я так думаю. Поэтому уже картинку эту закончить, убрать ее. И потом уже, пока Мила у меня будет, стразами заниматься не буду. Но вторую картинку уже потом до лучших времен отложим. Но хочу хотя бы одну сделать уже. Как бы любоваться этой картиной, этим творчеством. Вот. Так что время терять не будем. Сейчас я смотрю пока Доброе утро. Может быть, сейчас включу я фильм, который вчера начала смотреть, сериал «Явление», там «Фантастика». Ну, может быть, я его досмотрю. Ну, и с Настей мы сегодня опять-таки продолжим просмотр старых, добрых, детских фильмов из моего детства, 70-х годов. Вообще, на самом деле, советские фильмы детские делали так, что они, помимо того, что, ну, как бы развлекательные, еще и немножко поучительные. Я думаю, что оттуда можно что-то полезное ребенку исчерпать. Вот и все, что я хотела вам сказать на утро. Встретимся чуть-чуть попозже. Всем доброе утро. Я пришла опять к бабушке. И я лисую. Бабушка там свои стразики лепит. Мы с утра пораньше, в общем, Настя утром позавтракала дома, а мы с утра пораньше сели творчеством позаниматься. Как в детском садике все. Утром завтрак у детей, а потом они занимаются творчеством. И, в общем, мы решили с Настей. Настя тоже тут пока рисует. Я пока стразики леплю. И потихонечку так поглядываем телевизор. Все. Сейчас. Пока у нас будет утро такое. А что будет попозже, мы еще не придумали. Придумаем, да? И потом вас подключим к нам. А кто узнает этот фильм? Вот мне лежа. Принцесса на горошину смотрим. Настюша лопает мандаринки. Покажи, что ты нарисовала. Вот какой ежик красивый. А еще что нарисовала? Яблочко. А там ты еще раньше что-то рисовала. Мороженое покажи. Купал ты ежик. Это с натуры. Она сейчас с натуры ежика рисует. Вот такое вот вкусное цветное мороженое. Да, Настюлька? Можно вырезать я анфел. Из него пахнет цветами никак не надо. Но у меня уже чуть-чуть осталось. Я сижу дальше во яйце. Девочки, включила очень старый фильм «Золушка». И я ни разу его не видела вот в цвете. Его сделали в цвете. А фильм с 47-го года. Обалдеть, насколько старый. И очень даже такой красивый сделали его. Ну, а я сейчас приготовила нам обед. Кто что хочет. Я гречку, Настя картошку. В общем, будем сейчас кушать и смотреть дальше фильм. Ура, девочки! Я закончила картинку. Вот такая вот она красивая. Незавидно переливается. Цветная. Сейчас я куда-нибудь ее определю. Всем доброе утро, девочки мои! День следующий. Я решила сегодня утро начать на этом месте. Потому что вы видите, что тут у меня. Картинку я повесила. Я картинку вчера додела. Я вам показала. Да, но сейчас еще, может быть, поближе покажу. Уже в рамочке. Вот, смотрите, поближе картинку. Видите, там отражается свет в этих. Я не знаю, видно. Я на экране не вижу. А так я вижу. Поблескивает вот эти стразики. Разными такими блестяшками. В общем, смотрится красиво. Да, но такая картиночка классная. Она яркая, в рамке, она на стене. Прямо так вот здорово смотрится. Светочками так сочетается. Классно. И решила я ее повесить на это место. Потому что, когда я снимаюсь вот здесь, вот в этом уголочке, да, своем. Ну, это единственная картинка, которая видна. Притом она такая цветастая. Ну, вы видите, я люблю вот это все такое цветастое, разноцветное. Люблю голубые, розовые цвета. И вот это как раз картинка. Вот она сейчас даже к сарафану подходит. И к цветочкам, к этому уголочку, да, ко всему. Вот. И решила ее повесить пока. Ну, то я сейчас временно убрала. Я еще куплю рамочки. И буду здесь еще немножечко добавлять картиночки. Я думаю, что на этом все у меня не закончится. Ну, у меня еще одна картинка не сделана. Она есть, но я буду делать ее попозже. Может быть, там, через месяц или когда у меня будет больше свободного времени. Потому что Настя у меня на следующей неделе будет уже находиться здесь. Милка приедет ко мне. Так что будут у меня тут гости. Не до картин будет. А потом я вам хочу сказать. Все-таки долго приходится сидеть. А я вам говорила, у меня спина. Я долго сидеть не могу. И вот я вчера уже оставалась чуть-чуть-чуть доделать картинку. Думаю, ну, доделаю, ну, доделаю. Пока там Настя, она занята своими делами. Я этой картинкой. И, в общем, короче говоря, я ее доделала. Но спина разболелась. И ноги согнуты. Все время сидеть. И, в общем, я сегодня проснулась. Собиралась в магазин с утра сходить. Но я чувствую, что у меня ноги не ходят. Спина ноет. Вчера вообще невозможно было. Сегодня так вроде бы поменьше. Но идти в магазин вообще никаких нет сил. И я думаю, что я голову ломаю. Собственно говоря, список у меня есть. Взять доставку. При том, что сейчас доставка, она бесплатная по промокоду. Ну, пусть мне принесут эти продукты, которые мне нужны. Потому что то, что я сегодня собираюсь готовить. Одно готовить там не хватает каких-то продуктов. Другое готовить не хватает каких-то продуктов. В общем, ничего такого особенного готовить я вроде бы не собираюсь. Но пока. Хотя, может быть, соберусь. Вот. Ну и потом, если ко мне сегодня гости нагрянут, то мне надо же хоть чем-то угостить, может быть. Так что я, может быть, что-то приготовлю. Но это будет попозже. Сейчас я хочу просто немножко отдохнуть. Немножко мне надо в спину привести себе. Себе в порядок спину надо привести. Это самое главное. Когда здоровье есть, когда самочувствие хорошее, тогда все прекрасно, все отлично. Вот. Ну, как вам нравится вообще эта картина? Что вы мне скажете? Напишите. Она смотрится красиво здесь? Мне кажется, красиво. Ну, вот эти картинки, которые в Галамарте, они все-таки, конечно, поярче. И они занимают полностью 20 на 30 вот эту рамку полностью. Если те картинки, они маленькие, там 15 на 15, да, ну, как бы поменьше. А это побольше, но это получше. Вот. Так что, ну, я как-нибудь картинную галерею буду себе потихонечку менять. И я думаю, что новенькие картинки как раз буду вешать. Вот как новая только у меня появилась, заполнилась. Я буду вешать на это место. Это будет такое место, чтобы у вас все время было какое-то разнообразие. Вот здесь вот, в этом уголке симпатичном моем. Вот. Доставку я заказала. Доставку сейчас сделаю за 45 минут. Так что, жду, жду доставочку. Я очень рада, что-то, я так обрадовалась, что мне не нужно никуда идти. Что я могу сегодня, ну, по крайней мере, хотя бы полдня, может быть, полежать, чтобы спина моя отдохнула, расслабилась. Когда я вот лежу горизонтально, у меня спина расслабляется, и она мне отдыхает. Не сидя, ни в каком другом положении, она не отдыхает. Вот, чем дольше она мне отдохнет, тем она лучше восстановится быстрее. Несмотря на то, что я эту артру уже пью, но переусердствовать тоже не стоит. Ну, я вчера посидела, я переусердствовала. Вот. Ну, и все. Что у меня сегодня? Пока что ничего. Пока что я жду доставочку. Мне сейчас уже там написали, доставка уже в пути. В общем, принесут продукты, покажу вам, что я там заказала. Ну, и что-нибудь, конечно, я, наверное, по-быстренькому приготовлю. Ну, я не думаю, что это я буду снимать, наверное, что-то из того, что я уже снимала. Ну, посмотрим, будет видно. Не буду сейчас загадывать. Это камень. Я люблю вот это вот. Девочки, они бьют собственные рекорды. Доставка пришла через 25 минут. Шикарно. Сейчас посмотрим, что я там заказала. Самое главное, мне вот нравится, что здесь все упаковано отдельно. Все в каждом, в отдельном пакетике. Вот сметанка, она в пакетике. Все вот эти вот мясные продукты. Все отдельно в пакетиках вообще. Классно. Так, ну, посмотрим, что я заказала. Заказала любимые свои огурчики хрустящие. 6 соток. Мне они нравятся. Нежный горошек, бандюэль. Маленькую баночку. Сметанку. Вы уже, наверное, догадываетесь, да? Я оливье хочу сделать. Так, и вот это вот филе бедра цыпленка. Без кожи, без косточек. Мне тоже это нравится. В принципе, в любое блюдо можно положить. По сроку годности еще плюс неделя. В общем, свежее, свежее. Вот эти блинчики заказала я с творога. Мы вчера с Настей поели такие. Они очень вкусные. Сладенький творог, вкусный. Но Насте нравится. Поэтому я положу, когда Настя придет, можно будет их просто разогреть там на сковороде. Перчик болгарский. Ну, вот здесь 300 грамм. Вот получилось сколько? 4 штуки нормально. Взяла салфетки. Кухонные закончились они у меня. 2 килограмма картошки в сетке. Ну, вроде неплохая. Но самое главное не тащите. Это хорошо. Вот большую пачку золотолитной бумаги. Я беру обычно такую. Мне нравится. Вот, чтобы тоже не тащить самой. Классно. Вот. Так что сейчас сяду резать оливье. Все, девочки. Доставочка я довольна. В общем, все, что мне нужно, принесли. И все в хорошем качестве. Картошка прям вся такая, один в один хорошенькая. 2 килограмма заказала. Я картошку сейчас ем очень редко. И даже я ее не ем. Скорее всего, либо в какое-то блюдо добавляется она. Вот, как сейчас будет в оливье, да. Но оливье я не столько для себя готовлю, сколько, может быть, если вот дочка сегодня может в гости прийти. Вот. Или Настя вот тоже готовила картошечку. Варила я ее. Вот так сама я сейчас пропускаю картошку. Так. Ну, в общем, все у меня в наличии. Все продукты в наличии. Сейчас просто запущу я какой-нибудь сериальчик. Я вчера какой-то сериал начала смотреть. Ну, честно говоря, мне в последнее время сериалы такие попадаются, которые, в принципе, посмотреть можно, но не ахти там, какие они, да. Поэтому я даже, честно, особо название там не пытаюсь запоминать. То, что я сейчас начала смотреть, название уже не помню. Ну, тем не менее, там какой-то фантастический сериал, в общем. Ну, он такой ненавязчивый, по крайней мере, я с ним отдыхаю. Я могу что-то делать руками и не обязательно прям сидеть или лежать, смотреть телевизор. Я могу просто что-то делать и как бы слышу я там, слушаю, что они там говорят, что у них там происходит. Я в курсе, мне нормально. Вот. И что? Сейчас, в общем-то, я оливешку нарежу. И больше на сегодня я делать ничего не буду, не планирую ничего делать. Но, в любом случае, там попозже, если я что-то и уже буду делать, то это уже попадет в следующее видео, потому что, девочки, я это видео уже затянула. Оно у меня опять пойдет с запозданием. А почему это у меня происходит, я уже вам говорила, потому что сейчас у меня в основном, ну, вот внучка, как бы я не могу целый день снимать ее. И ей это не нужно, и мне это не нужно. Немножко поснимались, и все, и хватит. Дозировано, по чуть-чуть. Вот. Так что, я сейчас чищу вот это все потихонечку, и уже делаю оливье. Ну, как я оливье буду делать, я уже показывала. Ничего особенного нету. Картошка, яйца, колбаса, горошек, соленые огурчики. Ну, и сметана, чуть-чуть майонеза можно. Или даже не майонез, а майонезный соус 15% я добавляю, если жирности не хочу большой никакой делать. Вот и все, девочки. На этом я хочу, в общем-то, видео это закончить, потому что мне еще нужно его сегодня смонтировать по-быстренькому, чтобы вы могли уже завтра его увидеть. И даже сегодня, может быть, и не получится его увидеть, потому что я все равно чем-то занята. Ну, а кто ко мне сегодня придет в гости, дочка, или, может быть, она и не одна придет, и что я буду делать дальше, это уже я начну следующее видео, вы увидите в следующем видео. На этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео нравится, девочки, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok